Музыка Первое наиболее заметное происшествие минувшей ночи произошло в железнодорожном районе. В переулке Саратовском неизвестные пытались поджечь здание частного детского сада, расположенного на огороженной территории. Здесь же стоит коттедж, где проживают хозяева садика. В тот момент, когда преступник перелез через забор и кинул в дверь сада бутылку с зажигательной смесью, хозяева спали. Металлическая дверь, к счастью, не разгорелась. Гореть начал только дверной звонок. Пламя заметил сторож соседнего предприятия. Говорит, что когда прибежал к месту ЧП, там были очевидцы, но тушить огонь не пытались. Провод отгорел, а загорелась кнопка, и вот что изоляция от проводки горит, и она капает. Они ходят тут, смотрят. Я пришел, взял лопату, пескок пришел, кинул на кнопку и потушил, и все потухло. И коврик загорелся внизу. По словам добровольного спасателя, в здании садика находилась женщина-сторож, которая ничего подозрительного не видела и не слышала. То, что детский садик кто-то пытается сжечь, хозяева не сомневаются. Дело в том, что за эту неделю это уже второй подобный случай. В первый раз бутылку с коктейлем Молотова кидали в окно второго этажа. Стекло, правда, не разбилось. Это и спасло здание от пожара. На улице Ленинградской нетрезвый водитель Тойоты Короны спровоцировал ДТП. Вторым участником этой дорожной истории стал водитель другой Тойоты Камри. 31-летний мужчина ехал по улице Ленинградской в сторону восточного шоссе. Удар в заднюю часть своего автомобиля мужчина почувствовал через несколько секунд после того, как остановился на красный сигнал светофора. Стою на светофоре на красный свет. Тут сзади приезжает парнишка. А он вообще что вам говорит этот товарищ? Он мало что говорит. Он говорить сейчас как бы не сильно может. Ну, в смысле он пьян. В смысле пьян. Он выпивший? Выпивший, да. Тойота Корона виновнику происшествия не принадлежит. Страхового полиса у него не было. Объяснить, кто истинный хозяин автомобиля, мужчина отказался. Иномарку полицейские отправили на штрафстоянку.